Ежегодный международный фестиваль «Вишневый сад» украсил майский репертуар театрального Нью-Йорка самым кассовым спектаклем последних московских сезонов. Театр имени Вахтангова привез свою лучшую постановку «Евгений Онегин». Американская премьера пройдет в Нью-Йоркском Сити-центре и в театре «Маджестик» в Бостоне. Елена Мещерякова встретилась с актерами сразу после их прилета в Нью-Йорк. Пушкин — это наше все, а не их. Это в большой политике русские и американцы могут делить на зоны влияния целые государства. А в большом искусстве есть абсолютно бесспорные вещи. Например, Евгений Онегин — культурное достояние России, которым театр Вахтангова готов поделиться с Нью-Йоркской публикой уже завтра. У знаменитой труппы есть сутки до американской премьеры прийти в себя после смены часовых поясов и объясниться с прессой после смены политического курса в отношениях двух стран. 97-летняя звезда театра мудро предвосхищает все вопросы на эту тему. Родина может и у Родина, но не для нее. Я все равно скажу, что, вы знаете, а у нас хорошо. А у нас лучше. Это как с ребенок. Вот она может быть очень косорыленькая, эта девочка. И очень архитичная, и очень некрасивая. И, конечно, мне очень горько, что у меня такой ребенок. И, конечно, я бы хотела, придя в гости, ну, например, к вам, увидеть замечательную, такую розовую, такую голубоглазую, с такими бантами роскошную девочку, но все равно моя лучшая. Спектакль о том же, то есть о любви, которая зла, и о душе, которая загадочна. Тем, кто не читал Пушкина в оригинале и не слушал о Нигине в Метрополитенопере, гарантированы субтитры в театральном зале. А может быть, и не надо. Стихи перевести, понимаете, совершенно нереально на том же уровне, на каком они написаны. Потом все равно зритель отвлекается, если он смотрит субтитры. Если он слушает, он тоже отвлекается. Тут дело не в стихах. Содержание очень простое, очень традиционное. Это все равно любовь, это все понятно. А вот глубинные смыслы, какие-то мистические, смыслы какие-то глубоко душевные, лирические, драматические, это уже вопрос театрального искусства, театра, который словами объяснить нельзя, как невозможно объяснить музыку. Даль свободного романа, по версии Римаса Туминоса, простирается на 3,5 часа. Театральная энциклопедия русской жизни. С медведями и гармонию, гаданиями и дуэлью, с балами, слезами и снами. В рекламном ролике на 3 минуты ни одной реплики из первоисточника. И это близко к режиссерской истине. Ни один человек не вышел, знающий роман, после просмотра спектакля, не сказал ни один человек, где же роман. А я вам по секрету скажу, что от романа в спектакле осталось процентов 25 текста. Когда мы начинали репетировать, я приходил на репетицию, пропустишь день, спрашиваешь у друзей, у ребят, у коллег, что, вот это вычеркиваем, вот это вычеркиваем, вот это вычеркиваем. И ты вот так вот роман сокращаешь, думаешь, и господи, что правда? Да, правда, там Пушкин в гробу переворачивался. Но спектакль так сделан, что не возникает ощущения, что хотя бы буква пропущена. Виктор Добронравов тот самый молодой повеса, хотя Онегина в спектакле сразу два. В возрастной заглавной роли Алексей Гуськов. По книжке он возвращается к Татьяне, по сценарию еще и в прошлое. Но разницы в жизненном опыте героя актерской задачи не меняет. Так как в песне, знаете, есть, какой ты был, такой ты и остался. Вот он от самого начала до самого конца. Поэтому, поэтому, финал, когда объясняется мой герой, мой Онегин с Татьяной, он ни в коем случае не каится. А просто та, которая была с ним сейчас, вот так, ну-ка, иди сюда. Понимаете? Поэтому, ну, в общем, все сказал. Два сезона разочарованного Онегина, наверное, более постарально играл Сергей Маковецкий. Гипертонический криз и запрет врачей на перелеты сбили гастрольный график. Очень плотный. Спектакль пережила аншлаги в Париже и в Вильнюсе. Рассчитывает на аплодисменты в Тель-Авиве и Торонто. И уж точно будет гвоздем сезона в Нью-Йоркском сити-центре. Американцы любят самое-самое. Вот это самый-самый лучший спектакль в Москве. Знаете, есть такое ощущение, когда ты прикасаешься к чему-то настоящему. Есть радость и такая легкая печаль, что это уже закончилось. Вот счастье, что ты видел это людей. И оставишь это навсегда. И будешь рассказывать своим детям еще, что я был на спектакле в Ахтангое, Евгении Онегин. И внукам тоже. И будет долго-долго об этом вспоминать. Русская душа, о которой так много говорили классики нашей литературы, снова объект заграничного любопытства. Умом ее не понять. Лучше увидеть, услышать, почувствовать. Чтоб потом никогда не забыть. Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, Анна Сытьяни, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.